Если ты подписчик ТОП ХАЙП и хочешь выиграть PlayStation 5 на Новый Год, то просто напиши креативный комментарий по теме выпуска под видео. В сегодняшнем ядерном выпуске мы покажем вам самых сильных девушек на планете, которые сошли слишком далеко. Любовь к тренировкам это, конечно, здорово, но всем нужна своя мера, которую явно не знают сегодняшние героини, которые превратили свои тела в настоящие машины. Вы увидите девушку, которая трансформировалась в мужчину, узнайте о женщине, которая жмет 270 от груди, а также познакомитесь с 10-кратной обладательницей титула Мисс Олимпия, которой позавидовали бы даже легенды мужского бодибилдинга. Погнали! Вирджиния Санчес Глядя на испанку Вирджинию Санчес, сложно представить, что это девушка, а не просто раскачанный бодибилдер. У Вирджинии просто невероятно огромные руки, мощная трапеция и крупные мускулистые ноги. Многие люди не понимают, зачем девушки раскачиваются до таких размеров, но у самой Вирджинии свое мнение на этот счет. По ее словам, ей просто нравится бодибилдинг, тренировки и тело именно такого типа. В бодибилдинг Вирджиния пришла в возрасте 17 лет, когда училась в университете. После 9 лет тренировок она была вынуждена взять паузу в связи с рождением ребенка, но позже вернулась в спорт и начала вновь набирать обороты. Вскоре испанка начала выступать на разных соревнованиях, где неоднократно одерживала победы. Еще бы, перед такими огромными и прорисованными мышцами не устоят ни судьи, ни зрители. Вирджиния хоть и может похвастаться гигантскими мышцами, но все же выглядит как женщина. А теперь посмотрите на Кэндис Армстронг. О том, что Кэндис женщина, говорит ее одежда, прическа и серьги. Но если убрать все эти атрибуты, то мы получим полноценного бодибилдера. Кэндис настолько сильно влюбилась в мир бодибилдинга и пауэрлифтинга, что начала нарегать не только на железо, но и на стероиды. Из-за злоупотребления в организме Кэндис произошла гормональная трансформация. Женские молочные железы стали мужскими грудными мышцами. Дальше больше. На руках и ногах на всем теле Кэндис появился волосяной покров, и голос девушки стал заметно грубее. Кому-то подобный процесс превращения из женщину в мужчину может показаться противоестественным, но сама Кэндис так не считает. Она говорит, что ее тело – это ее особенность, а значит, она может делать с ним все, что пожелает. Оставайтесь с нами, потому что далее мы расскажем о самой сильной британке в мире. Покажем женщину, которая жмет 270 от груди. В общем, будет интересно. Бразильянку Кэсси Умирелис в соцсетях называют королевой рельефа. И глядя на эту спортсменку, понятно почему. Кажется, что в теле Кэсси вообще отсутствует жир. Мышцы бразильянки прорисованы просто невероятно. И через ее кожу выступает огромное количество жил и вен. Неудивительно, что с таким необычным телом Кэсси пользуется большой популярностью. На один только инстаграм этой фитнес-модели подписано 383 тысячи пользователей, которые часто спрашивают бразильянку, как ей удалось достичь такого рельефа. Кэсси отвечает, что для прорисовки мышц следует тренироваться с легкими весами и делать упор на такие упражнения, как прыжки на ящике, бёрпи и отжимания. Но идея-то очень важна. Куда же без нее? Возможно, кто-то из вас скажет, что Кэсси переборщила с рельефом. Но таков был ее выбор. Бразильянка связала свою жизнь со спортом еще в раннем детстве. И уже не видит себя вне тренировочного зала. Дон Намур В отличие от многих других девушек из этой подборки, Дон Намур не может похвастаться выдающимся рельефом, невероятным прессом или идеальными пропорциями. Но думаю, ей это ни к чему. Ведь эта британка берет другим, своей удивительной силой. Рельефа у Донны может и нет, но вот ее мышцы поражают. И это понятно при одном только взгляде на нее. Дон Намур считается одной из самых сильных женщин мира, а также сильнейшей женщиной Великобритании. Три раза ее официально признавали женщиной силачом года. Донна регулярно подтверждает статус одной из сильнейших женщин на планете различными рекордами. Например, в 2016-м она два раза подряд подняла с пола камень весом 148,9 килограмм и поставила его на платформу высотой 112 сантиметров. Думаю, большинство людей не в состоянии приблизиться к такому результату. На то, что сделала Донна, способны единицы людей во всем мире. Благодаря упорным тренировкам и правильному питанию, Донна превратила свое дело в настоящую машину, что позволило ей 18 раз победить на турнире Арнольд Про Стронгвумен, а также дважды выиграть Арнольд Ворлд Чемпион. Это уже само по себе круто, но я думаю, что Донна не будет на этом останавливаться и еще не раз успеет удивить нас новыми достижениями. Уроженка Денвера Хизер Грейс может дать фуру многим мужчинам-бодибилдерам. Эта женщина буквально является воплощением слова «мышцы». Видно, что Хизер в целом очень накачанная и сильная женщина, но на некоторых кадрах ее мощь видно во всей красе. Рельефы и прорисовки мышц этой силачки не занимать. Хизер – профессиональная бодибилдерша, регулярно принимающая участие в соревнованиях Международной Федерации Бодибилдинга и Фитнеса. Она активно участвует в турнирах и часто уезжает с них с медалями и прочими трофеями. Хизер – обладательница пяти призов мировых чемпионатов и шестикратная участница соревнования Мисс Олимпия. Моменты соревнований, а также тренировки Хизер выкладывает в свой инстаграм, за которым в настоящее время следит около 40 тысяч человек. Кстати, Хизер еще и практикующий тренер. Она дает юным спортсменам консультации по питанию и занимается их подготовкой к стартам. Думаю, никто не пропускает тренировки с этой женщиной, ведь кому хочется ее злить? Джоанна Клэр Томас родилась в 1976 году. Когда ей было 14, она познакомилась с пауэрлифтингом и бодибилдингом и с головой ушла в силовые виды спорта. К слову, бодибилдинг и огромные мускулы у семейства Томас – фамильная черта. У Джоанны есть старшая сестра, которая также занимается культуризмом. Именно она стала примером и провела младшую сестру в тренажерку. Так или иначе, Джоанна всецело посвятила себя прокачке и довольно быстро добилась результатов. В 21 год она стала самой молодой женщиной, вступившей в Международную федерацию по бодибилдингу и фитнесу. Вскоре после этого Джоанна начала еще сильнее прокачиваться и готовиться к профессиональным стартам. На Ян Тана Про Классик в 2001 она заняла первое место. Сразу после этого девушка отправилась на Мисс Олимпио, но заняла там 10 место. Это стало началом конца карьеры спортсменки. Впоследствии она приняла участие на нескольких турнирах, в том числе на Мисс Олимпии. Но не добилась высоких результатов и прекратила выступления на профессиональном уровне. Словенка Бригитта Брезовац не самая крупная спортсменка из этой подборки. Ее рост составляет всего 164 сантиметра, соревновательный вес 68 килограммов. Тем не менее, ее мышцам позабидовали бы многие девушки из этого видео. Ведь Бригитта представляет собой настоящую груду мускулов. Ее бицепс в обхвате составляет 41 сантиметр, бедро 62 сантиметра, голень 38 сантиметров. Неплохие показатели для девушки такого роста и веса согласны. И все благодаря любви Бригитты к железу. Вначале она занималась фитнесом и собиралась выступать в соревнованиях по этому виду спорта. Но тренер посоветовал ей начать выступать не в фитнесе, а в бодибилдинге, указав на ее генетику. В период с 2010 по 2013 годы славянская силачка выступала на профессиональном уровне. В том числе успела четырежды принять участие в соревновании Мисс Олимпия, откуда один раз уехала с бронзой. В 2013 году Бригитта закончила профессиональную карьеру и теперь все больше и больше занимается йогой и медитацией и постепенно отходит от культуризма. Айрис Кайл. Груда невероятных мышц, потрясающий рельеф, отличные пропорции и безумная сила. Все это об уроженке Мичигана, женщине по имени Айрис Кайл, которая уже при жизни стала легендой бодибилдинга. За свою продолжительную карьеру, которая длилась порядка 20 лет, Айрис завоевала огромное количество трофеев и наград и в настоящее время считается самой цитулованной женщиной-бодибилдером за всю историю. Айрис активно занималась спортом с самого детства и к 20 годам увлекалась культуризмом. В 90-х она выиграла ряд национальных соревнований в Штатах. На начале десятых вышла на свой пик и практически не оставляла шансов своим оппоненткам. Яркое тому доказательство – 10 побед в самом главном соревновании по женскому культуризму в мире – Мисс Олимпия. Даже мужчины-бодибилдеры не могут похвастаться таким достижением. Кому-то может показаться, что Айрис слишком увлеклась бодибилдингом и превратила свое тело в непонятно что. Но думаю, что Айрис на это все равно, ведь по ней видно, что она всецело поглощена любимым видом спорта, которому посвятила всю жизнь и который сделал ее суперзвездой. 47-летнюю американку по имени Бека Суэнсон не раз признавали одной из самых сильных женщин на планете. Вполне заслуженно, ведь Бека просто поражает своей мощью. В мир культуризма и пауэрлифтинга Бека окунулась в середине 90-х. Ей все очень понравилось, и она решила посвятить свою жизнь силовым видам спорта. Уже вскоре упорные тренировки дали плоды, и Суэнсон начали приглашать на соревнования, на которых состязались самые сильные женщины всей планеты. Бека покоряла сердца зрителей на турнирах среди стронгвумен, а также удивляла многих судей на соревнованиях по пауэрлифтингу. Еще бы, ведь результаты Бекки просто поразительны. 270 килограммов в жиме лежа, 310 килограммов в становой тяге и присед со штангой весом 387 килограммов. Даже многим профессиональным мужчинам-пауэрлифтерам о таких показателях приходится только мечтать, что уже говорить о женщинах. К слову, соревновательный вес самой Бекки составлял лишь 110 килограмм, что делает ее рекорды еще более выдающимися. В настоящее время Суэнсон продолжает заниматься пауэрлифтингом, а регулярно посещает тренажерные залы и поддерживает статус одной из сильнейших женщин мира. Ну а в комменты напишите, сколько вы можете выжать от груди, а также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.